Днепр, 9 мая, полдесятого, что имеем к этому часу? В начале ролика, друзья, кадры, которые могли наблюдать жители города этим вечером, чтобы вы также смогли проникнуться нашим вайбом. С момента предыдущего выхода на связь, где я говорил, что авиация подходит к зоне пусков, долго они кружили и вышли к ним только к полчетвертого. И в 4 часа там сообщалось о пуске ракет. Громко было в Киевской области и вблизи лежащих. Официальные данные радуют. Собственно, областная власть в лице Сергея Высака и воздушного командования «Восход» сообщила о том, что все 8 ракет, которые были направлены по нам, те направления, которые были в 10 вечера, были все сбиты. Обломки одной из ракет попали по жилому дому, пробили крышу, повредили квартиры, оперативно были устранены. Затем сообщается, что уже ночной удар, было сбито 15 ракет, в общей сумме сбили 23 с 25, ну где-то 2 прилета. Такая, друзья, официальная информация. Майему, шо? Майему. На данный момент тихо, с предыдущими днями заметно похолодало, сейчас у нас всего плюс 13, такой легкий ветерок прохладный. В общем, такие новости. С утра нас уже поздравили с Днем Европы. Урсула Фон Лайнер приехала, прилетела, сказала, что Украина борется каждый день за европейские ценности, и лучше места, чем встретить день Европы, у нас она не нашла. Поэтому встречать его будет праздновать в Киеве вместе с местной элитой. Ну, с Днем Европы я вас хочу поздравить, так же хочу поздравить с Днем Победы. Куда же без этого? Все помнят, что произошло. Еще раз говорю о том, что история циклична, и как мы видим, она повторяется. Несмотря ни на что, друзья, вам хорошего продуктивного дня. Берегите себя, своих близких. Верим в лучшее. Мысли, они материализируются. Поэтому пусть все наши хорошие мысли и желания будут реализованы. Спасибо за внимание. И до нового выхода на связь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!